Мы прочитаем из послания к евреям, 10 глава, с 35 стиха. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволись к тому, душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере. К спасению души. Писание говорит нам, что, чтобы достигнуть обетования, нам нужна терпение и вера. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Вот он, простой путь Божий. Терпи. Исполняй волю Божию, получай обещанное. Как к жизни вечной, так и к жизни на земле. У Бога так это работает. И Он учит нас ждать. Тяжелее всего ждать с терпением, еще не получив обещанное творить волю Божию. И мы спрашиваем, Господи, когда? Как долго? Я старею. Ты вечен. У тебя много времени, у меня мало. Господи, сколько мне ждать? Я устаю. У меня нет сил. А Бог говорит, терпи, твори мою волю, получишь обещанное. Интересно. Аврааму Бог явился, ему было 75, когда он обещал ему сын. Сколько лет он сына ждал? 25 лет. Мало или много? 25 лет. Мне уже 100. Господи, мне скоро умирать. Где обетование? Сара говорит, давай Господу поможем. Он забыл про нас. Он реально не собирается исполнять свое обещание. И помогла Богу с Сагарью. Последствия известны. Всем. Не вмешивайся. Умей ждать. Получил обетование от Бога. Умей ждать. Терпи. Плачь, но терпи. Больно, но жди. И исполняй волю Бога. Ты получишь обещанное. Если Бог что-то обещает, то Бог не может свое слово не исполнить. Он обязательно его исполнит. Есть определенный Богом момент для получения просимого. Не раньше и не позже. Не получишь. Почему Бог медлит? чтобы наша вера в него укрепилась. Наше упование на его обетование укрепилось. Он хочет, чтобы мы уцепились всем нашим естеством за его слово и за то, что он обещал. И держались за это. И сказали мне все равно сколько пройдет времени, я буду тверд в своем уповании и в своей вере. Вы помните Марию, Марфу, Лазаря? Лазарь болен. Они посылают к Иисусу и говорят Ему «Но тот, которого ты любишь, болен. Друг твой». Ну, что еще нужно? Иди исцели его. И надо же, нам еще и написано Иисус, услышав об этом, остался на том месте, где был еще два дня. Зачем? Ну, многие говорят, он бы все равно не успел. Ну, скажи слово. Иисус говорит ученикам открыто «Лазарь умер, но я радуюсь за вас, что меня не было там». Подожди, подожди. Марфа, Мария в слезах. Там плач, там горе. Брат умер. Они прошли ужас. Было плохо, он болел, стало хуже, он мертвый. А Иисус говорит «Я радуюсь за вас, за учеников, то есть, что меня не было там». Почему? Дабы вы уверовали. Бог медлит очень часто, чтобы показать нам свое величие, славу и силу. дождись его момента. Даже если было плохо, а стало невыносимо плохо, жди. У Бога есть свой момент вмешательства и в нашу личную жизнь. и он приходит в Ифанию, Марфа его встречает первая и говорит ему «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Он говорит «Воскреснет брат твой». Она говорит «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус говорит «Я воскресенье и жизнь». Мария то же самое говорит ему «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Смотрите, что Иисус говорит «Где вы его положили?» Я думаю, Мария ему, наверное, на ухо говорит «Господь, не надо». Уже четыре дня там уже запах смертоносный. Давай не будем пробовать. И снова ответ Христа, ответ Бога разочарованным людям. Не сказал ли я тебе, если ты будешь веровать, ты увидишь что? Славу Божию когда человек мертвый, дорогие братья и сестры, человеческая слава заканчивается, человеческие усилия заканчиваются, я ничего не могу больше делать, как только кричать в небо. Здесь только Бог может вмешаться и только ему одному будет слава. Он говорит, если ты будешь веровать, по-человечески невозможно больше что-то сделать, ты увидишь, на что способен Бог. И он повелевает Лазару, и Лазарь выходит. Терпение нужно вам, исполнение воли Божьей, и ты получишь обещанное, говорит нам Бог. во Христе и да, и аминь. В нем все обетования Божьи, да, и аминь. Если Бог дал нам Сына Своего, то как не дарует нам с Ним и всего. Единственное только, что мы очень часто забываем или не понимаем, что обетования во Христе они тоже обусловлены. И многие говорят Бог обещал и не исполнил. А я хочу сказать ты условия прочитал. Вот представьте себе дети маленькие и я им говорю детки после собрания мы пойдем в Дерек Вин если будете себя хорошо вести. Они на ушах стоят, дерутся на собрании, разговаривают, собрание заканчивается, они подлетают. Папа, мы поедем в Дерек Вин. я говорю, нет, мы не поедем. Папа, ты обещал. И обещал, да, но с условием. Папа, ты обещал. Я обещал, да, но с условием. Какое было условие? Если будете себя хорошо вести. и мы как дети, мы ревем, мы плачем и не понимаем, что терпение нужно вам и нужно исполнить волю Бога. тогда ты получишь обещанное. Терпеть и не исполнять волю Бога не помогает. Нужно и то, и другое. Смотрите, что Христос сказала. И прочитайте все обетования, которые нам даны. Они в принципе обусловлены. Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Вы слышите? Вы сердцем слышите? если пребудете во мне, говорит Иисус, и слова мои в вас пребудут, то есть вы живете по моему слову, вы плодоносите, вы принесете реальный плод веры, тогда просите. Когда у нас с вами вот такие отношения будут близкие, просите, чего пожелаете и будет вам. Это обетование Христа, но оно обусловлено. Мы учимся полагаться всецело на обетование, мы учимся исполнять его волю, мы учимся не колебаться и стоять в вере, не отступать, ссылаясь на заслуги Христа. Да, мы апеллируем к его обещаниям, но все обещания Бога обусловлены. Вера побеждает, праведный верою жив будет. И речь идет не только о спасении, да, мы спасаемся и оправдываемся только верою, не делами. Так написано. Но и в течение жизни нам нужна вера, чтобы жить Богоугодной жизнью. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Он ждет от нас веры в Него. Человек с верой позволяет невидимым реальностям духовного мира управлять своей жизнью. И он становится эффективным в Царстве Бога. Там нет места унынию. Там нет места депрессии. если у нас живая вера с Богом. Друзья, есть ли у нас эта вера? Или нет? Не просто вера, что Бог существует, а полное доверие Ему. Вера, сильная вера, она формируется или живет в определенном роде людей только. И многие люди никогда не достигают этой веры. Почему? Потому что они не готовы платить за нее. Вспомним Давида. он посещает своих братьев на войне. Трое его старших братьев пошли на войну с филистимлянами. Он восьмой. В армии призывались 20 лет. То есть значит старшим было 20 и выше. если он восьмой, посчитайте сколько ему было лет, когда он пришел к армии посетить своих братьев. Но я думаю, я не знаю, 16 может быть лет. Молодой. Молодой. И он видит Голиафа, видит как он выходит, поносит все армию израильскую, поносит Бога. И все солдаты боятся. А ему говорят, ты знаешь, что царь обещал, что он обещал, свою дочь в жены дать. Серьезно. И ни один солдат не хочет рисковать жизнью. А Давиду это нравится? А еще что он обещал? А еще он обещал освободить тебя от налогов в Пенсильвании. У! От налогов освободить? Да. Твоя семья будет освобождена от налогов. Ничего платить не нужно. Вот это здорово! Стоит, может, попробовать доносит Саулу. И в конечном итоге, вы знаете, старший брат Елиав подходит к своему младшему брату и послушайте слова его. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце. Иди домой! Единственный человек в Израиле, у которого была вера. Ему говорят, я знаю твое высокомерие и знаю твое дурное сердце. Иди паси овец! Откуда у 16-17-летнего молодого человека такая вера? Друзья мои, она сформировалась у овец. вы знаете, когда я вижу льва даже в клетке, мне плохо. А когда лев нападает на овечку, я залажу на дерево и молюсь, и благодарю Бога, что не на меня напала на овечку. и у меня коленки трясутся. Обе при том. Но не Давид, вы понимаете? Давид бежит за этим львом, догоняет его и отбирает у него овечку. Вы слышите? Ему 16 лет, 15 лет, 17 лет. Тебе что, жить надоело? Ну, а как Богу защитить тебя, как Богу вступиться за тебя, если ты сидишь на дереве? Ты молишься и благодаришь и боишься шаг сделать, шаг веры. Поэтому библейская вера есть только у отчаянных людей. которые готовы умирать за свою веру. Ежедневно Давид подвергался смерти и был готов ежедневно умирать. Он подвергался риску. И когда медведь приходил, он делал то же самое. Все местные львы знали, что это стадо овец нельзя трогать. Там пастух ненормальный. И он говорит Саулу, послушайте эти глубокие слова. Он говорит, Бог меня спас и от льва, и от медведя, и от этого необрезанного тоже спасет. И он бежит ему навстречу этому громадному человеку. И он с верою провозглашает, я с тебя сегодня голову сниму. Я дам тело твое птицам небесным. Мы скажем, любить, подожди, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А он берет это верой. Почему? Потому что у него опыт есть. Он свою жизнь отдавал ежедневно. Он рисковал своей жизнью ежедневно. Дорогие мои, вера не растет, когда мы лежим на диване и кликаем в телевизоре что-то. Она там не растет. У нас нет никакого опыта, переживания, вмешательства Бога в нашу жизнь. Ни малейшего. Как же нам расти в вере? Это нереально. Это невозможно. Нам нужно выйти туда, где Бог может что-то сделать, работать с нами. Посол Павел говорит, но сами в себе мы имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых. Что, так серьезно? Так серьезно. Имей в себе приговор к смерти. Будь готов платить и идти на крест. и тогда ты получишь обещанное. Бог говорит, я не благоволю колеблющимся. Колебаться с оригинала и постелло состояние робости, нерешительности, уклончивости человек избегает из-за страха. Бог говорит, с такими людьми ничего не могу начать вообще. Я черпеть не могу таких. Не благоволит душа моя вот таким робким, убегающим и колеблющимся. Я ищу людей, которые все цело, полностью, 100% могут положиться на мое обетование без колебаний. Поэтому он призывает Иисуса намина, будь тверд и мужествен. Ты народу сему передашь во владение землю. Обетование Бога схватись за него. Будь тверд и мужествен. Не надо колебаться. Я доведу тебя дотуда. седьмой стих той же главы первой Иисус обоим Господь Бог твой везде куда не пойдешь. Ухватись за это обетование. 18 стих той же главы. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем будет предан смерти. только будь тверд и мужествен. Богу нужны вот такие люди. Вы помните Гедеона? Бог ему явился, знамение показал. Гедеон собрал армию. 32 тысячи аж. Мы не знаем величину армии там Мадья Нитян. Но там много было. Сотни две тысячи. Но много их было. И вот 32 тысячи против двух сотен тысяч. И Бог посмотрел на армию Израиля и говорит Гедеону, не могу я предать армию Мадитян в ваши руки. Объяви всему народу, что объявить. Провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, пусть возвратится домой. Вы слышите? Бог говорит, с этими людьми не хочу даже начинать. они все равно побегут, как только война начнется. И все хуже сделают. 32 тысячи было. Как вы думаете, сколько ушло? 2-3 человека? Кто был боязлив и робок? Наверное, процента 2, да? Израильтяне не сильные мужчины были. 22 тысячи. больше двух третьих ушло. Они не верили ни Богу и не могли ухватиться за его обетование. И Бог снова говорит Гедеону, еще многовато. 10 тысяч вас не могу. Почему? Потому что вы скажете, мы сами победили. Мы знаем всю историю, когда осталось 300 человек на князках, Бог говорит, окей, теперь слава будет мне, не вам. Теперь вы не сможете сказать, что это вы. Вы поклонитесь мне. Когда есть хоть малейшая слава человеку, Бог не участвует там. Там нет Бога. Бог есть там, где славы человеческой нет. И это принцип. Бог говорит, ты получишь обещанное, но ты должен верить библейской верой, ты должен мне отдать всю славу. И тогда, и только тогда я буду вмешиваться в твою жизнь. и иначе ты не переживешь моего вмешательства. Мы же не искалеблющихся на погибли, говорит Писание, но стоим в вере к спасению души. Человек в состоянии страха, недоверия, сомнения не получает обещанного. И Бог недоволен состоянием такого человека. Он говорит нам, там речь идет о мудрости, но тем не менее принцип тот же, он говорит нам, если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем как? Просто, то есть Бог несложный, не нужно упрашивать его долго и без упреков. Он тебе за прошлые грехи даже не собирается упрекать. А дальше условия, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да, не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Ничего не получишь, пока не начнешь верить так, как Бог нам пишет, и пока ты не начнешь платить за свою веру и не будешь готов жизнь отдать. Бог говорит, ничего не получишь. Неверие оскорбляет Бога. 1 Иоанна 5,10 «Верующий Сына Божий имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым». Интересно, что в оригинале там перевод примерно такой, что делает Бога лжецом. Если я беру обетование Бога и говорю, Господи, я не верю, что ты это исполнишь, я делаю Бога лжецом. Что это значит? Я его сравниваю с сатаной. Вот почему он говорит, я не благоволю колеблющимся, к сомневающимся, а не меня, Творца Вселенная, сравнивают с лжецом. И поэтому неверие настолько оскорбляет Бога. Чтобы угодить Богу, нужна вера. И поэтому написано, без этой веры невозможно угодить Богу. Иисус как-то сказал, придя, найду ли веру на земле? Луки 18 глава. Друзья мои, люди верующие будут, будет ли вера библейская? Будут ли эти мужи и женщины веры? Или их не будет больше? Апостолы как-то сказали Иисусу, умножь в нас веру. Вот у нас столько веры, ты ее на два умножь, и у нас будет больше. А как это сделать? Сверхъестественным образом? Нет. Дорогие мои, это мои личные отношения с Богом. Это я пребываю в нем, его слово во мне, мое хождение в Иисусе Христе, я прошу то, что ему угодно, Бог дает мне, моя вера растет. Не иначе. Помните, Иисус сошел с горы, где он преобразился перед учениками своими, а здесь толпа его ждет. ученики, которые не были на горе, бегут к нему и говорят, Господи, вот, ребенок бесноватый, мы не могли ничего сделать с ним. Отец здесь же, если можешь, помоги, ребенок мой беснуется. Иисус же, отвечая, сказал, о, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Скажите, почему такие сильные и строгие слова? И он сказал, приведите его ко мне, ребенка, то есть. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Ответ был простой, по неверию вашему. Ты не веришь, ты не можешь довериться Богу, не можешь ничего сделать. Род неверный, он назвал так, своих учеников. Что значит род неверный? Это поколение без веры. А пистос, пистос, это вера, а это без. Вы без веры, вы поколение без веры. То есть Иисус этим грубым рыбакам говорит, вы, ребята, без веры. А что нам сегодня говорить? Где наша вера? Они говорят, почему мы не могли изгнать? Он говорит, потому что вы без веры. Вы род развращенные от диастрефа, сбитые с толку, введенные в заблуждение. Вы не умеете больше хвататься за обетование Бога. Вы полностью сбиты с толку. Вы не умеете доверять Богу. У вас нет веры и вас обманули. И поэтому такая жалкая жизнь. живая вера это последнее, о чем мы поговорим с вами. Это приговор к смерти. Как в жизни Давида это было, так в жизни любого пророка живая вера это приговор к смерти. Так это было в жизни апостолов. Живая вера это крест. Это смерть для себя. есть такая книга Intercessor называется. Там описывается жизнь Рис Хаус. Он основал в Библейский колледж. Очень богобоязненный человек, искавший воли Бога. Он долго молился, чтобы Господь через него начал работать и действовать. И вот там не знаю член церкви это было их или просто какая-то женщина. Он молится, чтобы Господь ее исцелил, потому что она реально умирала. Он молится долго. И ответа нет. Ей все хуже и хуже и хуже и хуже. И вдруг ему приходит такая мысль. Ты готов за нее умереть. Я ее исцелю, а ее болезнь дам тебе. Он говорит, почему Господи, как это, зачем? Ты не можешь просто так исцелить ее? А эта мысль не дает ему покоя. Ты готов умереть за нее? Я ее могу исцелить. И он говорит, определенный духовный закон открылся мне, пока я не готов умирать, вера моя расти тоже не может. И когда он наконец-то согласился умереть за нее, Господь достиг своего воспитательного урока в его сердце. Господь начал работать в нем могущественно. Дорогие мои, что сделал Иисус? Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но ранами его мы исцелились. Вы слышите? Он взял на себя наши немощи и болезни и готов полетить на крест. Вот почему Иисус назван начальником и совершителем веры. Он у истоков, он в начале веры стоит и он совершитель. С греческого это человек доверший веру до совершенства. все слова Иисуса Христа без исключения были исполнены. Он мог разговаривать с неодушевленной природой и все его слышали и все повиновались. Почему? Потому что он шел на крест. Дорогие мои, без креста нет веры. Без смерти для себя нет веры. А Бог не благоволит сколеблющимся. Поэтому нам еще раз написано. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Бог вознаградит тебя за твое упование. Терпение теперь тебе нужно. Исполняй волю Бога и ты получишь обещанное. Праведной верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же, говорит Апостол, не искалиблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Мы стоим в вере, потому что взираем на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилижавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши по срамлению и воссел одесную Бога. Пусть ему будет слава за все. Аминь. Помолимся. Помолимся. Иллюхи подогревая